В парке Юнатов места под зелень хватает. Деревья тут есть, но по словам мамочек, которые гуляют тут с детьми, их все же маловато. В некоторых местах есть целые пустыри, и поэтому молодые саженцы тут были бы как нельзя, кстати. Конечно, не хватает зелени. Здесь же раньше мне рассказывали, кто уже совершенно такие пожилые люди. Здесь раньше был сад фруктовый. Здесь было очень много фруктов. Яблоки росли, груши, даже сливы, по-моему, росли. Здесь все было. Сейчас это все почему-то не ухаживается. 50 новых зеленых зон взамен вырубленных участков должно появиться по всему городу. Территорию для компенсационных посадок определили в департаменте городского хозяйства. Так, например, планируют озеленить площадки на острове Отдыха и остров Татышево. Дополнительные деревья намерены высадить даже в центре города, на улице Парижской коммуны. Это сквер между улиц Коплова и Красной армии. Но раз это сквер, где же деревья? Поэтому пока это место больше напоминает площадь. Утешает одно, что эта территория тоже включена в список, где, возможно, компенсационные высадки. И озеленение уже началось. Надеюсь, что в будущем, конечно, тут что-то будет поинтереснее, когда отрастет. Да еще и переживется или нет, это еще все. Тут работы много. Все навезли уже, чего не хватало. Насадят. Будет красиво. Вот еще несколько неожиданных мест, где в будущем появятся зеленые зоны. Улица Пограничников на левом берегу, на правом. Улица Лесников неподалеку от Енисея. В районе между Солнечным и кладбищем Бодолык. Помимо больших территорий, как парки и скверы, молодые саженцы деревьев можно будет разместить на небольших участках. Как, например, вот эта лужайка за домом на улице Парашютная. Вот на этом месте, например, могло бы разместиться несколько молодых яблонь. Я думаю, люди за только будут. Только деревья надо садить такие, чтобы ни пуха не было, ничего такого. В администрации города объясняют, что список зон, где не хватает зелени, будет постоянно пополняться. Предложения могут направлять общественники, представители природоохранной прокуратуры и районных администраций. Антон Шевчук, Михаил Масленников, Афонтова. Новости.